Субтитры делал DimaTorzok Итак, прежде всего я бы хотела рассказать о книге, которую мы старались выпустить как можно быстрее, но чуть-чуть задержка произошла из-за согласования с Бэйби-клубом. Это вторая книга известного японского автора Масары Буки. Наверняка вы все знаете его первую книгу. Сейчас, секундочку, можно на секунду сшимик? Да, 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 все. Давайте звучать на вас. Сейчас, сидите, коллеги. Вводим так. Так получилось? Да, послушайте, пожалуйста. Так, все, давайте слушаем. Итак, наверняка все вы знаете бестселлер российский «После трех уже поздно». Вот книга, которая выдержала огромное количество переизданий. Вот благодаря Насти Касаткиной мы обнаружили на японском Амазоне вторую книгу Масары Буки, которая является продолжением первой. В этой книге автор пересмотрел некоторые свои взгляды на воспитание. Не кардинально, но много чего добавил. Книга, несомненно, очень интересна. Как я уже сказала, наши коллеги из Бэйби-клуба ее тщательно изучили, внесли свои правки, современные взгляды на воспитание и будут ее поддерживать. Многие могут спросить, при чем здесь Бэйби-клуб? Я вам расскажу. Дело в том, что первую книгу Масары Буки как раз обнаружили работники Бэйби-клуба. И изначально именно они инициировали ее издание. И благодаря им, благодаря их поддержке, благодаря их раскрутке, не побоюсь этого громкого слова, книга стала настолько известной. Мы очень надеемся, что и наша книга, которая является относительно более современной, расширенной, также будет бестом и привлечет внимание множество наших читателей. В магазине Буквоед, я так понимаю, Настя предварительно договорилась об обширной презентации. Ну и я думаю, что наши уважаемые коллеги из отдела продвижения всячески помогут донести до читателей информацию о том, что у нас вот такой, я надеюсь, потенциальный бест выходит. Внутри, кстати, хочу обратить внимание ваше, что книга сделана в таком же формате, как предыдущая, я имею в виду Масары Буки. И внутри также совершенно замечательные иллюстрации. Следующая книга, ну, также для родителей. Какая такая любовь у нас же дети. Известного блогера, психолога и тренера Яны Катаевой. В эту книгу, сразу могу вам сказать, наш редактор просто влюбилась. То есть она сказала, что никогда она не получала такого удовольствия от редактуры книги. Книга очень полезная и отвечает на самые актуальные вопросы, которые возникают в семьях, особенно в молодых семьях. Когда люди жили-жили для себя и друг для друга, и вдруг у них появляются дети, и кажется, что ну вот сейчас-то наступит настоящее семейное счастье и гармония. А оказывается, что все начинает рушиться, потому что внимание мамы во многом уделено детям. Папа, пока дети еще маленькие, ну, многие папы, я бы так сказала, как-то не очень принимают участие в воспитании, не очень понимают молодую маму, почему вдруг им уделяется меньше внимания. И вот обо всех проблемах, которые возникают при появлении детей, вот Яна пишет огромное количество живых примеров, совершенно чудесный текст. Ну, она реально читается вот как захватывающее художественно-психологическое произведение. Я очень надеюсь на то, что эта книга также заслужит свое внимание у читателей. Ну, и, конечно же, Яна, у которой достаточно большое количество подписчиков в Инстаграм, ВКонтакте, также поддержит эту книгу. Ну, и наши уважаемые коллеги из продвижения с Яной будут работать вместе с тем, чтобы массированным фронтом все-таки принести любовь и взаимопонимание в семьи наших читателей. Следующая книга уже относится к совершенно другой области. Это новая серия Нью Мед. Это научно-популярная медицинская литература. И любимая книга, одна из любимых книг, одна из любимых, поправлюсь, моей уважаемой коллеге Любы Родионовой, которая как раз вела все эти проекты «Один день из жизни мозга». Эта книга написана баронессой, внимание, да, голубые крови, посмотрите, какая красавица. Сьюзен Гринфилд, кавалером ордена Британской империи, старшим научным сотрудником Линкольн колледжа Оксфордского университета, член палаты лордов, обладатель 32 почетных степеней британских и иностранных университетов. В общем, британские ученые рекомендуют. В отличие от анекдотичных исследований, которые занимаются британские ученые, Сьюзен Гринфилд написала реально прекрасную научно-популярную книгу. А именно, достаточно сложная нейробиология изложена так, что это понятно фактически всем. То есть из этой книги люди могут узнать, что же происходит в нашем мозгу, какие процессы в течение всего дня жизни совершенно обычного человека. Что происходит, когда мы просыпаемся, когда мы гуляем с собакой, завтракаем, работаем и так далее. Книга очень интересна, достаточно широкому кругу, ну, конечно, я бы все-таки сказала читателей-интеллектуалов. То есть это, конечно, не для совсем широкой публики, не думаю, что будут товарищи, работающие где-то на заводе. Хотя все зависит от того, какой круг интересов. То есть все люди, которые интересуются научно-популярной литературой, им эта книга будет, несомненно, интересна. Вот, по-моему, эта книга тоже у нас помечена как приоритетный проект, вот, и будет заполнена на нее, соответственно, листовочка. Ну и, в общем, вместе все вопросы по вот этой книге и по следующей книге, коллеги, вы можете задавать Любе Родионовой. Потому что это ее проекты и она, в общем, очень их любит, то есть она просто душу и сердце вложила. Следующая книга – это журналистское исследование «Крафт гигиены». Скажу вам сразу же, это одна из моих любимых тем, потому что я также, как и Берт Эфгартнер, и также, как многие медики современные, считаю, что с гигиеной происходит перебор. Именно из-за этого очень большое количество болезней у детей, ну, в том числе и у взрослых, потому что, как сказать, взращивание детей в стерильных условиях, тепличных, оно, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит. На самом деле Берт Эфгартнер рассматривает совершенно разные, вот от самого начала появления нашей планеты, появления микроорганизмов, да, то есть я бы так сказала, микробиом планеты, да, и микробиом человека. И он показывает, что мы не можем существовать друг без друга, то есть если на планете исчезают бактерии, погибает планета, если в организме человека исчезает или нарушается микробиом, соответственно, разрушается организм человека. И поэтому всегда нужно стараться жить в гармонии с природой, с тем, чтобы сохранить свой микробиом, чтобы минимально использовать медикаментозные средства для его уничтожения. И как это не смешно бы звучало, все-таки уменьшить использование антисептических средств, которые, ну, просто реклама по телевизору заполонила, вы знаете, вот, потому что уничтожение бактерий вокруг ребенка особенно, да, оно уничтожает его иммунитет. Вот. Ну, что я могу сказать на собственном опыте? Моя дочка и мой внук росли, как трава в поле. Тьфу-тьфу-тьфу. За шесть лет жизни мой внук болел ровно два раза. Вот. Так что, ну, я имею в виду так, что пришлось брать больничный. Вот. Так что, очень рекомендую эту книгу и обращаю ваше внимание. Спасибо Глебу, который выложил эту книгу в Geek Times. Так вот, у нашего анонса было 19 тысяч просмотров и 65 комментариев. Может быть, сейчас даже уже больше. То есть, эта книга вызвала живейший отклик у аудитории. Я надеюсь тоже, что эта книга станет любимой у наших читателей. Это 100% приоритетный проект, это я знаю, да. Вот. И точно так же будет заполнена листовка. Я обращаю внимание на то, что в буквоеде в апреле будет месячник ЗОЖ. Эти книги к этому времени появятся. И я очень надеюсь на то, что они появятся на выкладке. Следующая книга, это книга, в которую влюбился переводчик. Ну, надо сказать, что Люба Родиона тоже ее все время цитирует. Это совершенно замечательная, полная юмора книга от популярного британского блогера Энтони Орнера. 20 лет назад он получил степень по биохимии в Манчестерском университете, однако занимается любимым делом. А именно, вкусно и прекрасно готовит. Кстати, обратите внимание, Энтони Орнер обладает великолепнейшей физической формой. То есть он совершенно не похож на поваров, которых мы привыкли видеть, таких толстеньких, пухленьких, явно с повышенным давлением и склонностью к инсультам. Нет, это совершенно приятнейший человек. Значит, в своей книге, ну, как сказать, его основная мысль, да, он разоблачает псевдонауки, псевдодиеты, которые на самом деле ни к чему хорошему не ведут, кроме, опять-таки, разрушения организма. Потому что если организм не получает, а, всех необходимых минеральных веществ, и, б, что одно из самых важных вещей – удовольствие, то от начинает разрушаться. Вот, и мне очень, нам очень понравился отзыв от газеты «Гардиан». Эта книга позволит вам наслаждаться едой без чувства вины, а может даже спасет не одну жизнь. И это реально так, потому что Энтони Уорнер, как биохимик, ну, очень популярно излагает основные биохимические процессы, которые происходят в теле человека, и развенчивает многие диеты, показывая, что они, ну, как сказать, не то чтобы не полезны, да, а многие из них просто вредны. Кстати, как пример, одно время, если вы помните, очень популярна была кремлевская диета, которая была основана только на белке. Ну, я могу вам сказать, что немало поджелудочных полетело в те времена, вот, ну, не говоря уже, например, о сыроедении, когда молодые девчонки просто теряют ногти, зубы, волосы, ну, в общем, я не против великолепных зеленых коктейлей, да, и я очень люблю мясо, но все-таки нужно соблюдать во всем норму. Итак, мы переходим к детскому блоку, от, соответственно, серьезных научно-популярных книг к несерьезным, но не менее научно-популярным книгам «Почему кит не рыба». Эта книга является абсолютно прямым продолжением книги «Почему трава зеленая». Даже вот я специально посмотрела отзывы в лабиринте, и мне очень понравилось, что наши читатели, то есть вот явно преемственность, да, то есть те, кто покупал книги вот этой серии, они покупают и дальше. И вот один из отзывов, книга написана в стиле суперпопулярной «Почему трава зеленая». Взяла своему на лето, уверена, будет доволен. Мне очень порадовало, что среди отзывов на лабиринте также были эквалебные отзывы от пап. Вот, папы рулят, если уж папа выбрал такую книгу, значит она хорошая. Обращаю ваше внимание, я дала ссылку на видеопрезентацию этой книги, которую мы провели с нашим экспертом Сашей Григорьевым. Он очень полюбил эту книгу, ну а самым приятным отзывом было, когда ко мне подошла наша секретарь и сказала, «Вера, спасибо тебе большое за эту книгу». Я как бабушка с таким удовольствием ее читала. На самом деле, я бы, говорит, уже и отдохнуть хотела, но мне не дали, сказали читай дальше. Как и обычно в таких книгах, помимо большого количества замечательных, интересных фактов, которые собрал наш прекрасный автор Андрей Гольчук, великолепнейшие иллюстрации, большое спасибо художнице. Действительно, они настолько милы, они настолько замечательны. Все странички разные, и темные странички из морских глубин с чудовищами, и яркие странички кораллового леса, и есть разворот про Черное море, из которого вы узнаете об обитателях нашего, можно сказать, российского моря. Очень рекомендую для детей, ну возраста, я бы так сказала, от четырех уже нормально, хотя, ну, некоторые, может быть, даже от трех, может быть. То есть, все-таки там чуть повыше уровень, чем «Почему трава зеленая». Так, следующая детская книга из серии «Я хочу все знать. Как устроен самолет». Обращаю ваше внимание, что на каждой странице дополнительный цветной разворот. Эта книга сделана реально профессионалами своего дела, и для тех мальчишек и девчонок, которые интересуются техникой, которые любят летать в разные страны на самолетах. Эта книжка просто прекрасна. Особенно если учесть, что впереди лето. Наверняка, и не только лето, но и весенние каникулы. Наверняка вы полетите в отпуск так или иначе, наверняка полетят в отпуск наши читатели. Эта книга идеальна для того, чтобы либо взять ее в дорогу, либо почитать перед тем, как сесть на борт самолета, чтобы ребенок прекрасно знал, что где находится, и уже в самолете мог на практике все это пощупать, посмотреть, разузнать и, может быть, даже задать наводящие вопросы бортпроводникам. Итак, следующая книга серии «Я хочу все знать». Скажу вам сразу же, это мои любимые книги. Для тех, кто не знает, я изначально имею естественно научное образование. И я просто обожаю микробиологию. Я хочу, как все там воплощаетесь. Да, 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 тысячи извинений сейчас. Так, Оксана, не могу найти, где. Да, 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 сейчас, коллеги, извините. Так, нету. Сейчас, сейчас разберемся. Так. Нет, это не то, не то, коллеги. Нет, 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 нет. Просто поставь, где-нибудь на поле и прокрути колесико. Да, 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 да. Пошли дальше. Ага. Еще раз на поле поставь. Еще раз. Так, извините, коллеги, разбираемся. Так. Так, это на Анину. Нет, нет, нет. Просто поставь консор и прокрути колесико. Да не трава. Ставлю. Кручу. Ничего, нет. Нет, нет, я ничего не вижу, коллеги. Давайте я вам объясню. Озвучьте, потому что обычно вопросы всегда были. Может быть, не уменьшить экран? Книга только про самолеты, но собирается с ней про различные депутаты. Ага. Все, спасибо большое, Маша. Расскажу про самолеты. Значит, пока первая книга – это про самолет книга. Эта книга переводная, и если она пойдет неплохо, то Настя собирается сделать целую серию, вот, и про самолеты, и самое главное, она хочет сделать также серию про профессии, да, то есть не только про техники, но и про профессии. Так что, если вот мы в Болонию поедем, когда мы будем искать для этой книги продолжение, и, соответственно, если мы увидим, что книга получила хороший отзыв читателей, конечно, мы хотим делать и про поезда, и так далее. Но не понимаю, не понимаю, что сейчас я попробую чат, 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 чтобы видеть ваше, господи, где он опять, как-то… Я не понимаю, почему мы видим, ребят. Ну, коллеги, на, давай, Александр. Если что, то мне будут озвучивать. Так, сейчас, маленькая задержечка. Нет, ну… Он заблокирован, по-моему… Ссылки в чате… Вот, чат… Нет, чат разблокирован, контроль. Вот, ссылки в чате запрещены, Аня. Ну, в общем, коллеги, давайте я буду продолжать. Да, если что, мне будут озвучивать. Итак, ну, как я уже сказала, это книги уже мои любимые. Так что больше всего на свете, так как больше всего из биологии я любила именно микробиологию, причем даже в детстве. Просто мне очень было интересно. Что в этих книжках мне очень нравится? Это книги для детей возраста от 10 лет. Ну, я могу сказать такую вещь. Я такие книги читала уже в возрасте 8 лет. То есть мы все прекрасно понимаем, да, в зависимости от того, насколько велик интерес ребенка в биологии, в микробиологии. Но в принципе, это прекрасные книги для школьников, для учителей, книги для внеклассного чтения. Самое замечательное в этих книгах это тексты, написанные учеными. Я вам честно скажу, я не предполагала, что можно настолько легко и просто описать биосинтез белка, строение клетки, работу, значит, ДНК, да, то есть геном. Ну, и что самое главное, вторая книга «Удивительный мир генов», она просто, ну, там, наполовину она посвящена генной инженерии. Вот, то есть там и генная инженерия, и про ГМО, и так далее. То есть эта книга, она реально вот охватывает все современные достижения. Ну, понятно, никто уже не лезет там в клетки на компьютерах, да, сделанные, но вот для ребенка это, в общем, вполне себе новейшие прекрасные изыскания, которые вы можете, ну, которые родители и учителя могут детей донести, они сами могут это изучить. Извините, я сбилась из-за чата вот как-то. Вот. Значит, обратите внимание, что иллюстрации микробиологические, ну, вот для меня это просто высочайший уровень, высочайший. То есть, ну, настолько все прекрасно видно, настолько замечательно показаны, все схемы. То есть для детей-естественников это изумительные совершенно книги. Может возникнуть вопрос, чем отличается, например, наша книга «Удивительный мир генов» от книги как раз «Удивительная генетика», которая все время пытается включиться. Дело в том, что «Удивительная генетика» это рассказ о генетике как науке в целом, да, о том, как она зарождалась, вот, какие были исследования и так далее. Здесь этого нет. Здесь именно механизмы генетики. То есть как передается наследственная информация, где она хранится, как это происходит на биохимическом уровне. То есть это как бы более высокий уровень или, можно сказать, продолжение, да, то есть если ребенок интересуется генетикой, он сначала лучше бы прочитать книгу «Удивительная генетика», которая его ведет в мир исследований, а затем уже взяться за книги «Путешествия в мир клетки», «Удивительный мир генов» для того, чтобы понять, а как же работает клеточная фабрика. Потому что реально это целый мир, это сложнейший завод, который обеспечивает не только производство всех биологически необходимых веществ, но и функционирование сложнейших организмов. То есть даже то, как происходит дифференциация клеток и почему она происходит, в этих книжках дети найдут, а объем у них не такой великий. Следующая книжка – это долгожданная книга «Английский для детей» от ученицы Ильи Венталь Марии Агальцевой. Это серьезная авторская методика, и книга сделана просто великолепно. Девчонки намучились, но результат, на мой взгляд, превзошел все ожидания. Это очень приятный, симпатичный макет. Макет, по большому счету, необходим для преподавателя. Детям из этого макета нужны только разрезные цветные карточки, которые в виде вклейки в этой книге присутствуют. Это методика для старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста. Эта методика не предполагает обучение чтению. Эта методика предполагает обучение свободному совершенно общению на английском языке, то есть преодоление страха. Эта методика – игра. Мария Агальцева назвала ее «Волшебная пианино». У нее целая студия «Волшебная пианино» в Москве, и дети с большим удовольствием. Там очень много видео, и вы увидите, как дети с радостью играют с этими карточками, очень быстро осваивают то, на что взрослым требуются месяцы. Обращаю ваше внимание, в чем еще особенность книги. К каждому уроку дам свой QR-код. Наводите телефон на этот QR-код, и книга начинает звучать. То есть это QR-код, который ведет сразу на ту песенку, которая к этому уроку должна быть. Поэтому очень рекомендую эту книгу для детских садов. Вот вы помните, у нас была книга, книги «Английский для дошкольников», которая закончилась, и мы ее не допечатывали. Ну вот это такая абсолютно современная, прекрасная альтернатива. И, наконец, серия «Приключения Антона и его друзей». Эта серия выйдет чуть позже, чем все предыдущие книги. Сейчас сдается первая книга «Антон и загадка часов». Следующая будет «Антон и храброметер, Антон и его друзья». Ну, как если до этого Анастасия Касаткина у многих ассоциировалась с зайчиком Севой, о котором будет еще речь, то сейчас Анастасия Касаткина ассоциироваться будет с Антоном. Антон – это такой хулиган, мальчик непосредственный, который учится в начальной школе, и он задает детские вопросы родителям, на которые зачастую не получают ответа. Я бы сказала так, что это художественно-психологическая книжка и научно-познавательная. В каждой книге раскрываются определенные понятия. Первая книга – «Понятие времени». Антон целевой удивляется, почему время то бежит, то ползет, почему маме времени все время не хватает, а вот у него, Антона, времени всегда полно. Вторая книга посвящена смелости, ответственности, принятию решения. Ну и понятное дело, что у Антона есть специальный прибор, храброметр, которым он измеряет смелость. Ну и третья книга посвящена дружбе, взаимодействию с окружающими, с детьми, со взрослыми. Я очень надеюсь, что история об Антоне, о важных вопросах, полнующий детский ум, почему у меня есть время, а у родителей никогда, почему я боюсь, что делать, когда в классе новенький, будут для наших читателей настоящим подарком. Они их полюбят, они смогут стать бестами. На самом деле, ближе всего из вот таких вот известных, известных советских книг, да, это Денискины рассказы, только уже для современных детей. Внутри книги великолепнейшие, прекрасные иллюстрации. Ну и, наконец, продукт, который подойдет и детям, и родителям, и девочкам, и мальчикам, и тетенькам, и дяденькам, и даже, я вам скажу, и бабушкам, и дедушкам, вот, это новые блокнотики «Синие коты». Котик-блокнотик, блокнотик «Котишкин и делишек» и блокнотик «Кота памятки». Я надеюсь, что эти блокнотики также полюбятся нашим, ну, нельзя сказать читателям, да, невозможно сказать покупателям, писателям, да, нашим писателям, спасибо большое, вот, да, подсказывают мне коллеги. Также, обращаю ваше внимание на целый сет книжек по рисованию школы рисования, рисунок простым карандашом, кошки, карикатура, перспектива. Это одна достаточно большая книга, 128 страниц, вот, и три небольших книжки недорогих школы рисования. Кошки, карикатура, перспектива. Книжки уже вышли, и я надеюсь, что те, кто хочет быстро научиться рисовать, их оценят по достоинству. Так, кстати, уважаемые коллеги, я вынуждена перед вами повиниться. Либо я не вставила слайд, либо, ну, скорее всего, я не вставила слайд о нашем любимом зайчике Севе. Вот, да, как же так, как же это произошло? Ну, Антон, Антон, это все проделки Антона, Антон вытеснил Севу. Так вот, уважаемые коллеги, я надеюсь, что это радостное известие, но книга про зайчика Севу о том, как он совершенно не хочет идти в детский сад, потому что, ну, он играет в лесу, в прятки, чего ему в детский сад идти? А в детском саду заставляет кашу есть, спать днем. Ну, и, в общем, какие-то совершенно чужие зверята, которые почему-то считают, что самокат – это общее. Как же общее, если зайчик Сева хочет кататься на нем? Вот эти все детские вопросы в новой книжке про зайчика Сева будут подняты. Я надеюсь, что эта книга будет так же популярна, как и предыдущие книги о зайчике Севе. Там совершенно замечательные, восхитительные рисунки уже от нашего российского художника. И если эта книга понравится нашим читателям, то мы будем продолжать эту серию. Какие еще приключения ждут зайчика Севу? Кстати, мы принимаем заказы. Вполне вероятно, что у ваших детей или у детей ваших знакомых возникают какие-то проблемы, и они бы хотели, чтобы вот такого же типа проблемы возникли у зайчика Севу. И он помог их решить. Так вот, от зайчика мы аккуратненько переходим к коту, тоже всеми любимому. Но, правда, немножечко для более старшей аудитории. Итак, мы рады представить вам новинку от Дмитрия Кота «Апперкот конкурентам. Выгоды клиентам». Эта книга уже более текстовая. Да-да-да, вот мне даже коллеги ее показывают. Они считают, что обложки недостаточно, надо еще подержать в руках. Тем более, что, в общем, она, кстати, толстенькая. Вот, макет по-прежнему очень приятный, но уже не рисованный. То есть это, скорее, книга текстовая. Точно так же готовые приемы и советы. Как найти отличия от конкурентов? Как подготовить убедительные формулировки? Как понять, что нужно изменить в маркетингах и рекламных материалах, чтобы клиент понял особенности вашего предложения? Ну, я думаю, Дмитрия Кота вам представлять не надо. Я очень рада, что после достаточно большого перерыва все-таки мы смогли возобновить взаимодействие с Дмитрием. И, как я понимаю, ему настолько понравилось с нами работать, что если первую книгу я ждала от него полтора года, вторую книгу он записал менее чем за год, и, по-моему, у него уже есть наработки по третьей. И прямо он с радостью нам об этом сообщает. Так что ждем новых бестов от Дмитрия Кота. Да. Коллеги, спасибо вам за вопрос. Я могу вам сказать такую вещь. Они были туда отнесены предыдущей хозяйкой этих книг, Екатериной Андроновой. А мы были лохами и не проверили. Поэтому мы, конечно же, эти книжки отнесем в серию к рисованию. Спасибо вам большое. Так, девушки, запишите кто-нибудь этот вопрос, чтобы я уже по ходу... Вот, приду, вот прям приду, поправлю. Спасибо большое, коллеги. Итак, от Кота мы переходим к совершенно замечательной книжке, которая прекрасно называется по-английски «Little Wins». И мы никак не смогли на русский сделать вот так же замечательно, потому что если называть русскую книгу «Маленькие победители», то все будут считать, что это книга по воспитанию. Вот, поэтому пока мы назвали ее «Победители», «Хочешь быть успешным в мысли, как ребенок», это книга о том, как детское мышление помогло британскому стартаперу построить компанию с доходом 100 миллионов. Ну, а если вспоминать прекрасный совершенно старинный советский мультик про голубого щенка, да, смысл этой книги таков. «Нужно жить умеючи, нужно жить играючи». В общем, надо, можно драться, жить припеваючи. И в этом случае и бизнес будет как игра, и рамок у вас не будет. Разбудите, ну, вот как бы своего внутреннего ребенка, да, который еще пока не знает, что «Ай-яй-яй-яй-яй, так нельзя». Вот. Ну, и, в общем, многие вещи у вас получатся. И предисловие, обращаю вас внимание, у этой книги Ричарда Брэнсона, широко известного нашей, ну, в общем, деловой бизнес-аудитории. Следующая книга уже от нашего автора. Егор Горд буквально, ну, год назад, ну, может, чуть больше взорвал Рунет, это правда. То есть его называют загадкой Рунета, провокатором. Он известный блогер. У него очень провокационные посты. Нестандартный совершенно взгляд на многие вещи, как вы понимаете. Прекрасные барышни и мужественные парни вступают в спор, бьются. То есть там такие деваты после каждого его поста. И у нас выходит, я очень рада, что у нас выходит его книга, потому что я, честно вам скажу, я билась за автора. Вот. «Тринадцать осколков личности». Он про эту книгу начал писать еще где-то, ну, с полгода тому назад. Так что, ну, эта книга реально долгожданная. И я очень надеюсь на то, что эта книга так же будет популярна, как книга Новака. Она весьма и весьма практична. Суть этой книги заключается в следующем. В общем, хватит быть цельной личностью, которую из тебя сделали. Разбейся на многие куски и собери заново этот пазл так, чтобы ты жил так, как ты хочешь. Вот. Ну, в принципе, довольно интересный посыл, провокационные тексты. Вот. И реально каждый его пост набирает по 10 тысяч просмотров. В общем, ждите, ждите. И, ну, вполне вероятно, что эту книгу так же можно было бы сделать проектом приоритетным. Единственное, что Люба пока просит, ребята, дайте сдать, не успевая листовки заполнять. Потому что сейчас, конечно, у нас очень напряженная ситуация в проектной группе, потому что нас стало на одного человека меньше. Книг стало, ну, фактически на целую редакцию. Спасибо большое коллегам из компьютерной редакции. Они подхватили кусок больше. И, честно вам скажу, мы тормозим и зарываемся. Просто потому что нам пока вот этот пласт, ну, тяжело переработать. Ну, потом, я надеюсь, мы войдем в ритм и что-нибудь еще свалится приятное. И вот, наконец-то, мы переходим к нашей любимой популярной медицине. Да, я надеюсь, делом вы уже занялись, теперь полечиться. В популярной медицине я хочу представить книгу «Аллергошкола для мам» с восхитительным макетом. Мы стараемся продолжить стиль оформления, как в проекте «Сахарный человек». Эта книга, конечно же, не для пенсионеров, ну, хотя бабушки тоже, может быть, озабочены этой проблемой. Вот, эта книга от самого известного блогера-аллерголога Анны Большиковой. Я не совсем правильно сказала, она не врач-аллерголог, нет. Она врач-педиатр. Вот, и врач-дерматолог-аллерголог. Ну, дерматолог немножко разная, да, то есть это все-таки больше кожные аллергии. Вот, более того, она сама аллергик с детства, поэтому она знает, о чем пишет. Я могу вам сказать такую вещь. За все время моей работы в мою редакцию поступало огромное количество предложений книг по аллергии. Ну, в связи с тем, что с самого детства, так же, как Анна Большакова, я страдаю нейродермитом, каждую из этих книг я просто говорила, нет, мусор, не то, вообще не верю. И это единственная книга, которую я сказала, да, вот эта книга хорошая, она действительно отвечает на многие вопросы мам, бабушек, помогает справиться со многими симптомами и даже свести проявление аллергии до минимума. Я увидела, что в ВКонтакте был вопрос, да, как же так лечение аллергии у детей, а на аллергологи говорят, что она не лечится. Ну, я могу вам сказать такую вещь. Я прошла довольно большое количество врачей и могу сказать точно, да, действительно, врачи вылечить не могут. Но можно, ну вот сейчас, например, я фактически здорова. Да, это изменения гормональные, это немножко изменение образа жизни и так далее, но скорректировать и облегчить жизнь страдающих аллергии можно. И я могу сказать сразу по собственному опыту, как только детей по рекомендации врачей сажают на жесточайшие противоаллергические диеты, у них разваливается весь организм. То есть это правда, потому что ребенок просто недополучает того, что ему нужно. Вот, и вот книга Анны Большаковой, она как раз очень хороша в этом плане, да, то есть там нету вот этого вот сумасшествия, да, когда, а вот все будет замечательно, да, только вам нужно есть гречи на воде, да, и овощи на пару. Да и то не все. А покажите мне, пожалуйста, счастливого ребенка, который на этой диете вырастет. Нет, ну, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Следующая книга от известного среди сыроедов, и не только сыроедов, людей, Михаила Советова. Я могу сказать, что его ролики «Школа здоровья» в Ютубе набирают огромное количество просмотров. Михаил Советов уже сделал видеопрезентацию, я ссылочку туда поставила. Значит, книга написана врачом. Я обращаю ваше внимание на то, что Михаил Советов реально врач с 12-летним стажем работы, который сам немножко разочаровался в традиционной медицине, и сейчас работает в направлении натуропатии. Он лечит пациентов через изменение питания, очищение организма, физические практики, ну и применяет эзотерические подходы. Автор проекта «Школа здоровья». Вот, и действительно, он очень много, он ездит по стране и собирает семинары и так далее, и тому подобное. Вот, первая его книга называется «Еда по законам природы». И вот она уже вышла у меня в руках, коллеги ее мне подсовывают. Точно так же я обращаю ваше внимание, что в этой книге достаточно интересное оформление макета. И знаете, она вот даже сделана немножко так вот, как ну вот под старину, под винтажную книгу, да, и в данной ситуации даже вот эта вот желтоватая, как состаренная бумага ее не портит, а на мой взгляд, наоборот, украшает. То есть ощущение, что ты такой какой-то старинный манускрипт читаешь. Вот. Вторая книга Михаила Советова уже в работе. «Путь к естественному питанию», ой, извините, «Три источника здоровья». Мы ее переименовали, она будет называться, скорее всего, «Ключ к здоровью». Ну, посмотрим. И дневник здоровья от Михаила Советова тоже выйдет, то есть вторая книга выйдет в апреле, третья книга выйдет, ну, в мае, может быть, в начале июня. К сожалению, Михаил Советов живет в Москве, поэтому буквоеде презентацию книги, ну, можно сделать, но придется все-таки тогда оплачивать ему билеты. Вот. А в Москве, пока, я так понимаю, не можем решить этот вопрос, хотя Михаил готов. Он готов собрать достаточно большую, не меньше ста человек, аудиторию, и я надеюсь все-таки, что мы, как минимум, к выходу второй книги презентацию проведем. Ну, и, в принципе, велика вероятность, что этот человек может собрать и на выставку МКВЯ большую аудиторию людей, которые в этом заинтересованы. Ну, реально хорошая, большая аудитория. Следующий врач, уже врач на аудиторию более пожилую. То есть это врач традиционной медицины, но он также предлагает нетрадиционные методы, а именно упражнения, простейшие упражнения. Евгений Божьев известен очень в сети и не только в сети. И я могу вам сказать вот, что меня поразило. У него, его ролики в Ютубе набирают, ну, то есть у него в Ютубе 30 тысяч подписчиков. У него огромное количество просмотров. А я обращаю ваше внимание, это человек, который рассчитывает больше на аудиторию пенсионеров. То есть, о чем мы можем сказать? Что аудитория пенсионеров уже вышла в интернет. Она уже с большим удовольствием смотрит оздоровительные ролики. И, конечно же, вот мы стараемся сейчас, как вы могли заметить, в основном использовать авторов, которые уже так или иначе себя раскрутили в сети. Я сразу могу вам сказать, что для современной, для молодежи книги Евгения Божьего, наверное, не очень подойдут. То есть, у него такой вот классический тип изложения. У него рисунки, вот как в старых советских книгах. Мы оставили их специально в таком виде, потому что это рисунки, которые нам прислал автор. Он сказал, нет, я хочу, чтобы это было именно так. Потому что, как только начинают перерисовывать, получается ерунда. То есть, непонятно, что нарисовано. А вот должно быть именно так. Поэтому книга выходит в авторской редакции. Сразу обращаю ваше внимание. Конечно, мы подправили, там какие-то были ошибки именно грамматика и так далее. Но весь текст в авторской редакции. Следующая книга, ну, просто не могла не упомянуть о том, что мы сделали новый карманный справочник по аналогии с известнейшим справочник сборной формул по математике. В отличие от имеющегося карманного справочника по физике, эта книжка гораздо меньше. И там реально, в основном, только формулы. Формулы и примеры решения задач. Автор Ян Альбертович Падаманов, педагог с 20-летним стажем, опубликовал более 30 научных и научно-методических статьй, лабораторных работ и задатников по физике. То есть, ну, это такой известный в среде учителей автор, и он нас уговорил на то, чтобы включить в этот сборник примеры решения задач. Он сказал, что это то, что более всего востребовано. То есть, одних формул недостаточно. Ну, и, конечно, мы прислушались к опытнейшему человеку. Обращая ваше внимание, что выходит переиздание, очередное издание справочника педиатра от Шабалова Николая Павловича. Ну, я думаю, никому не нужно рассказывать, кто это такой. Конечно же, этот справочник все ждут. Мы как раз недавно переиздали учебник Шабалова. Ну, и вот справочник дополнили. На этой мажорной ноте, да, мы с девчонками смеялись, что и прихлопнуть в конце справочником 756 страниц. На этой мажорной ноте, коллеги, я с вами расстаюсь. Если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Коллеги, есть ли у нас вопросы? Что нам пишет аудитория? Вопросов нет. За сим прощаюсь. Вам спасибо за долгое внимание. Ну, извините, каждое мое выступление, я чувствую, теперь будет все больше и больше и больше. Я прошу прощения.